Всем привет! Добро пожаловать в мой новый влог, и начать я его хочу вот с такой вот осенней уже темы, потому что мы недавно были в Польше, заходили в физический магазин Sensei, и я влюбилась просто там в деку. Там я ничего не купила, но в итоге заказала просто на сайте, у них там какая-то еще скидка была, бесплатная доставка. В общем, меня было не остановить. Вообще, началось все вот с этой вот кружки. Просто посмотрите, какая она чудесная. Во-первых, она с крышечкой, здесь написано pumpkin, она вот такая вот красивая, можно пить, например, pumpkin spice latte. К ней идет еще вот такая вот ложечка милейшая, большая достаточно. В общем, это, не знаю, это моя мечта сбывшаяся теперь. Второе, что меня очень сильно понравилось, это вот такая вот тарелочка, может быть, для печенек, или там, не знаю, для каких-то конфет, все что угодно можно положить, в принципе. Вот такая вот большая тыква, солонка и перечница, только посмотрите, какие они милые. На осень будет очень круто, ну и вообще в целом. На кухне, мне кажется, они будут классно смотреться. У нас уже очень старые, снизу есть вот такие пробочки, туда засыпаете все, и потом солите, перчите. В общем, это очень прикольно. Следующее, это вот подставка для свечки, для маленькой такой свечки. Обычно все вставляете, и вот так вот и будет стоять. Я что-то заказала для видео, когда я снимаю, у меня на фоне стоят часто какой-то декор, и вот осенний будет вот такой, скорее всего. И еще одна, один подсвечник, вернее, это в виде грибочка. Сюда вставляется уже одна такая большая свеча, длинная. Тоже, мне кажется, будет очень красиво смотреться. И последнее, это вот такие вот перчатки, ну в смысле прихватка. У нас уже тоже отжила свое наша перчатка, ее давно уже пора выкинуть. И здесь такой тоже мотив. Смотрите, как она длинная, мне она почти до локтя достает. Вот, и здесь тоже тыковки всякие разные, в общем, осенние. И вот такая вот еще прихваточка маленькая. В общем, мне кажется, это чудесное. Чудесный заказ. Я такие заказы люблю больше даже, чем одежду. Всегда все рассматриваю, мне очень нравится. Надеюсь, что мы скоро переедем в новую квартиру. Там у нас будет красивый стол. Я все это красивенько буду расставлять, этот декор. Ну, а вот это, скорее всего, пойдет на фон моих видео. Так что вот, такие у меня были очень чудесные осенние покупочки. Ну что, друзья, этот день настал. Я иду сдавать экзамен по вождению. Сказать, что я боюсь ничего не сказать, больше сильно я переживаю. Очень стрессовая ситуация. Вот, надеюсь, что все произойдет хорошо, потому что, да, мой учитель по вождению, у него вообще скоро свадьба, потом уезжает, там, в отпуск. И, в общем, если я сегодня не сдам, то это будет сложно потом организоваться снова, чтобы опять походить там на занятия. Только через две недели можно будет снова пробовать сдавать, если я сегодня не сдам. Поэтому буду очень стараться. Ну, и опять-таки, зависит от прюфора, как мне сказал мой учитель по вождению. Потому что некоторые прюфоры, ну, более такие, знаете, строгие, некоторые менее строгие. Вот, надеюсь, что мне с этим тоже повезет. В общем, пожелайте мне удачи. Конечно, вы уже через секунду, через минуту узнаете результат. Ну, а я пока буду волноваться дальше. Я уже не знала, думала, может, не выпить вот этого какого-нибудь, как это называется, господи, успокоительного какой-нибудь. Потому что реально я вчера вот прям у меня желудок сладила. Я прям, не знаю, я плохо спала вообще, потому что боялась, что что-то пойдет не так. И мне придется снова уйти. Надеюсь, что я справлюсь со своей тревогой. В принципе, я тревога ехала. Паскалом, что я уже много раз ездила по тем улицам и по тем поворотам, подворотам, где обычно проходит экзамен, куда обычно едут прюфоры, экзаменаторы. Надеюсь, справиться с парковкой, потому что парковка – это не моя сильная сторона. Но параллельно парковка я делаю хорошо, а заезжать задом я не очень умею. Ну, как бы я умею, я теоретически знаю, как это происходит. Но не всегда это происходит правильно. Мне нужен именно еще опыт. Но мы вот на… Да, вчера или позавчера мы как раз тренировались, и я, в принципе, уже, знаете, более уверенно себя чувствую при парковке задом. Вот, так что надеюсь, что будет только параллельная парковка. Как вы знаете, в Кинмании 5 заданий на экзамене, если бы вы еще никогда не сдавали, которые вы… Три из которых вы должны обязательно выполнить. То есть это парковка параллельная, парковка задом, Гафарна, Брэнсдон, то есть торможение, экстремальное торможение, когда вам нужно экстренное торможение. И еще два каких-то… Ну, автобан, соответственно, так. Опять-таки надо выехать, уметь на него ехать. В общем, это, конечно, полный стресс. Что тут не говори, как ты хорошо не ездила, все равно в какой-то татарке, я думаю, ты чувствуешь. Какая не очень комфортная и не очень… В общем, ладно, хватит разговоров, поехала я. Я уже забрала Леона. Скажи привет. Hello. Hello. И, друзья мои, я сдала экзамен по вождению. Знали бы, как я счастлива. Просто камень с души, потому что это достаточно долго длилось. И то терминов не было, то еще что-то. Мой преподаватель женится на выходных. Так что, да, я очень-очень рада. У меня был хороший экзаменатор. Он был достаточно такой лояльный. Они постоянно шутки шутили с моим преподавателем, потому что это его как бы знакомый. Нам, конечно, ну, мне, по крайней мере, точно повезло, потому что они часто отвлекались, там что-то шутили. Я просто прямо ехала и ехала. Мне нужно было парковаться. Я парковалась только параллельно, слава богу. Мне не нужно было парковаться задом, да не моя. Сильная сторона, так сказать. Но параллельно я очень хорошо припарковалась. Вообще не делала никаких корректуров и очень-очень хорошо сделала. Вот я горда собой. Вот. Что еще было? На автобане я ехала. Ну и в целом так по дороге налево-направо, как обычно. Вот. Так что все. Можете меня поздравить. Осторожнее на дорогах. Я аккуратный водитель. Главное сейчас не забрасывать это дело и водить. Ну, то есть садиться в машину, не бояться и ехать. Ну, по крайней мере, вначале я хочу, конечно же, это сделать с мужем, чтобы он сидел рядом, потому что на нашей машине я еще ни разу не ездила. Надо к ней как-то привыкнуть. Я ездила только на машине, которая была в автошколе. Вот. А на нашей еще никогда. Поэтому надо приноровиться, чтобы он рядом посидел и посмотрел, по каким-то легким улицам, маршрутам поездить. И я планирую все-таки ездить, чтобы через какое-то время не забыть опять все это. И начинать сначала, и опять, чтобы этот страх не появился перед дорогой. Все. Так что, да. Все. Так что да. Чув-чув. Да, чувств-чув. Мы сейчас в честь такого купили лапшу азиатскую. Леон тоже ее любит. Сейчас будем отмечать. Папа с работы наш придет. Еще раз отметим. Я готова всю неделю отмечать. Слушайте, я безумно рада. На самом деле не было так страшово, как я о себе думала. То есть я примерно себя чувствовала так же, как и на обычном вождении. То есть примерно то же самое было. Но опять-таки я говорю, у меня был очень дружелюбный экзаменатор. Он постоянно там что-то шутил, веселился. Поэтому я очень-очень рада, что мне так повезло. Плюс еще он опоздал. Вообще экзамен длился на 10 минут меньше. Вообще экзамен длится 55 минут. Вот. Все. Можно выдохнуть. Но мы двигаемся дальше во влог. Так, обещанная рекомендация книги. Это книга «Дом на краю ночи». Автор Кэтрин Бэннер. Покупала в магазине много книг. Меня сейчас спрашивают, где я беру бумажные книги. Покупала там. В прошлом влоге рассказывала, что если вы, например, живете в Берлине, ну неважно в каком городе, если у вас есть возможность приехать в Берлин, то вы можете заказать любые абсолютно книги, которые есть у них на сайте, на адрес филиала, что я, собственно говоря, и сделала. И все книги, которые вы заказали, они придут вам бесплатно. Ну, то есть доставка будет бесплатная. Если вы будете заказывать на домашний адрес, то там определенную сумму нужно набрать до бесплатной доставки, иначе она будет платная. Обожаю этот магазин. Мне туда заходить нельзя, иначе я там скуплю все. В общем, давайте перейдем к книге. Я ее прочитала, не знаю, за несколько дней. Реально. Вот здесь написаны такие небольшие отзывы, и я полностью с ними согласна. Это официально лучшая книга лета. Там описывается моя любимейшая Италия. Я была в огромном количестве городов итальянских именно, и всей душой люблю эту страну. Сейчас мечтаю побывать в Тоскане. Мне кажется, это просто какой-то, не знаю, город мечты и место мечты. Обязательно туда попаду, рано или поздно. Прекрасное чтение для волшебных летних вечеров. Однозначно лучшая книга лета. Увлекательная сага четырех поколений на маленьком итальянском островке, где удивительные местные мифы так хорошо слушать под стаканчик люмончелло. В книге очень много итальянских словечек. Они прям написаны латиницей. То есть, у них есть перевод внизу. Обычно идет там сносочка, как переводится данное слово. Но вы когда читаете, еще больше вы погружаетесь в эту атмосферу. Это небольшой островок в море, который называется Кастелломаре, до которого нет дела никому, собственно говоря. Они живут свою спокойную жизнь. Очень мало кто уезжает с этого острова. То есть, они там рождаются, живут свою жизнь, умирают тоже на этом острове. Там огромное количество, конечно же, рыбаков, домики, вот эти вот, которые уже состарились и которые стоят сотни лет на этом острове. Жители друг друга знают поименно и знают, о чем ты подумала, что до того, как ты это сказала. И вот этот звук цикад, который описывается в этой книге, просто... Мы когда были в Болонии, то вечером цикады начинали вот этот вот свой шум. Просто ты идешь, и у тебя полное такое ощущение, не знаю, теплоты этого места, уюта, вот какой-то вот такой летний неги. Ты представляешь себе прилив моря. Не знаю, я читала, у меня мурашки по коже были почти всю книгу. Хотя каких-то вот таких, знаете, невероятных событий в ней не происходило. То есть там не было каких-то погонь, детективов, не знаю, расследований, убийств. Нет, это спокойная сага о четырех поколениях одной семьи, которая началась в 1914 году и шла вплоть до 2007 года. Это семья, у которой рождались дети, у детей рождались внуки, и о каждом был отведен свой отрывок в этом романе. Зачитаю вам буквально две строчки. Мне так нравится описание города и описание итальянского быта в этой книге. Например, вот буквально в самом конце. И вот на площади показались первые гости. Пилигривами сходили они с тропы и окунались в теплую, влажную ночь. Снова зазвучавшую музыку Арганетта. Они видели то же, что видел Амадео, когда вышел на площадь сто лет назад. Уютный городок, пропитавшийся терпким ароматом базилика, притаившийся по ту сторону непроглядной тьмы. И вдруг словно чудо, прекрасная статуя, озаренная пламенем сотен свечей, и чуть в стороне старый-старый дом с освещенными окнами, замерзший на самом краю ночи. Мне очень нравятся. Вот эти вот словечки. Аранчелло, лимончелло, аранчино, вот эти рисовые шарики популярные в Италии, в некоторых ее регионах. В общем, однозначно советую. Чтобы продлить лето, обязательно прочитайте эту книгу. Я думаю, что она не оставит никого равнодушным. Мне очень понравилась. Если вы хотите окунуться в, не знаю, почувствовать этот итальянский вайб, их вот эту вот темпераментность, как они могут ругаться, тут же мириться. А таких, знаете, вот когда представляешь себе вот этих старушечек, которые сидят возле своих покосившихся домиков, обсуждают какие-то сплетни. В общем, очень классная книга. Очень сильно советую. Всем привет! Мы выехали на прогулку. Сегодня первое воскресенье месяца, поэтому, конечно же, мы всегда пользуемся этой возможностью, чтобы сходить в какой-нибудь новый для нас музей. Но в этот раз мы пошли не в новый музей. Мы здесь уже были. Это музей Дюпель называется. Это такая, знаете, деревня под открытым небом. Это деревня средневековая, и она очень хорошо сохранилась. Там все отреставрировали. И нам очень понравилось первый раз. И мы там были с мужем вдвоем. А сегодня мы еще и ребенка с собой взяли. Мне кажется, ему тоже очень понравится. В прошлый раз там были всякие детские активности. И мы сжарили хлеб. В общем, это очень классный музей. Всем советую. Адрес могу здесь оставить. И он под открытым небом. Сегодня утром был дождь, и мы думали, что мы уже не пойдем. Но сейчас так распогодилось, и стало очень жарко. Леон тут нарядился. Он сначала надел резиновые сапоги, да? А потом пришлось снять, потому что стало тепло. Вот. Так что сейчас пойдем гулять. Надеюсь, тебе понравится. Я думаю, что будет интересненько. Да? Ну и все. Пока. Здесь очень красивая территория. Ну, с этой стороны что-то ремонтируют, наверное. Но вход здесь. И вообще билет стоит 5 евро. В принципе, не так уж и дорого. Можно в любой день пойти. Здесь вот есть план. Она достаточно большая. Все вот эти вот старинные домики здесь отмечены. Видите, вот сколько их много. И там очень классно. Там прямо пахнет лесом. Там очень хорошая территория. Все так ухожено. Здесь есть программа, когда у них что бывает. Сегодня программа, насколько я знаю, я смотрела в интернете. У них сегодня будут рассказывать про воду в средневековье. Так как в средневековье особо воду не пили, пили вино и пиво вместо воды. И сегодня будут рассказывать, как это вообще функционировало. Так что прям послушаем. Посмотрим дырочку? Кто там? Кто там? Пчелка? Ну, нет. Не пчелка, а кули. Кули? Смотри. Как она устроена. Посмотри туда. Вот смотри, видишь, что тут написано? Первый день. Это такая вот штучка появляется. Потом вот второй день она растет. Десятый день, она еще больше становится. Одиннадцатый день, они вообще здоровые. Следующий день еще больше. И двадцать первый день получается. Кто? Бина. Бина. А это что пока? Ну, это первый-третий день. Она совсем маленькая. Еще куколка, личинка, да. Потом она все больше, больше становится. Да, мы выдержали, все уходы только и число одной. Здесь есть вот детская площадка. Леон сейчас опробует. Коров стоит. Да. И вот там тоже гастрономия. Там можно покушать. Пока дети тут бегают. Там корова стоит. Ну как, получается у тебя? Молодец. Потом надо будет, видишь, препятствовать. Через трубу сейчас мальчик уйдет. Здесь такая есть теперь прикольная услуга. Ну, как бы сегодня у них такая акция. Висят такие всякие разные платья. В средневековом стиле. Можно их надеть и сфоткаться. Ну, и там просто даешь какую-то шпенду. И все. Прикольно. Может быть, потом попозже сфотографируемся. Вот, мы дошли до главной площади. Здесь снова можно жарить хлебушек. Но там люди сидят, видите, домок идет. И вот здесь все эти домики. Мне очень нравится это место. Не знаю, так все аутентично смотрится. Я очень здесь люблю гулять второй раз. И второй раз очень-очень интересненько. Ну, и с детьми здесь есть чем заняться. Делаем шток-брод. Покажи, Леон, как надо жарить. Вот так тесто наматывают на палочку. И тут разжены костры, где можно их жарить. Жарко, да, здесь сидеть? Да. Стало жарко прямо на улице. Здесь возле костра очень жарко теперь. Сколько ты отдал? 2 евро за хлебушек. Буду тестировать хлеб. Я его, правда, жарил. Но. Вкусный. В прошлом году тоже был вкусный. Такое, мне кажется, самое простое тесто, такое сдобное. Ну, это сдобное для булочек. И вот как бы на костре, наверное, еще на природе вообще хорошо идет. Ну, еще немножко такой сладенькое. Глупо. Да, я тоже наел. Надо рецептик спросить, вкусненькое тесто. Я бы такое тоже делал. Лепешки. Далее. Ну, ты посмотришь, что отборка думает. Мы когда на Вайнах, да, мы жарили леб такой же? Угу. В Гартоне когда был праздник? Да, на даче был праздник для детей. На Ржество. Тоже жарили хлеб такой. Угу. Пипку оторву. Ну. Так. Здесь очень много яблок всегда. В прошлом году, я говорю, мы так попали, прям как раз яблоки уже падали. Ну, сейчас они, кстати, тоже уже, вот они лежат. Да, и сейчас женщина ходила, тоже яблоки собирала. И в прошлом году они вот так же разводили костры. И на одном костре жарили хлеб, а на другом костре просто в таком огромном чане, в кастрюле в такой нарезали яблоки и варили прям варенье при всех. Я не знаю, потому они его раздавали, продавали, мы не видели уже, мы уехали. Но очень атмосферный, вообще я очень люблю это место. Здесь постоянно пахнет дымком, вот такое ощущение, что ты приехал в какую-то деревню, не знаю, к бабушке. И как-то здесь так классно гулять, ну и с детьми. То есть это музей, но под открытым небом тут всегда какие-то развлечения есть. Представляете, как раньше жили люди? В таких вот домишках. Вот здесь какая печка. Ну вот видите, вот тут кровать. Собеденный стол, наверное. Все так очень минималистично. И вот такие вот маленькие дверки. Там прям нужно даже мне догибаться. Мне очень нравится, что в этом музее все так, знаете, ну до деталей продумано. То есть возле дома стоят вот такие вот корзинки. Причем они не приклеены к полу, их можно как бы трогать. Ну нежелательно, конечно, наверное, все это трогать. Но в принципе, и здесь все такое, знаете, натурально. Там вот лежат яблоки, которые падают с этого дерева. Здесь какой-то столик, стульчик. Там вот стоят какие-то тяпки. То есть какое-то оборудование для того, чтобы выворачивать что-то. Сами домики, они все открыты. И вы можете заходить в каждый из них. Вот видите, здесь все можно посмотреть. Они, кстати, очень маленькие дверки делали раньше. Видимо, люди были поменьше. Вот видите, обеденный стол такой у них был. Интересно, очень интересно это смотреть. И обычно где-то там наверху было окошко. Вот. Здесь такой домик. Это, видимо, какая-то была мастерская. Тут вот всякие деревянные игрушки. Что-то дорожное, к сожалению, нельзя дальше пройти. Вот такой вот. То есть такой с инфраструктурой была деревенька. Вот здесь у них прям такие станки. Нужно было все пилить. Глеб, будешь жарить? Да. Пошли. Пойдем, посмотрим, тут домики сочетались. Пошли. Осмотрим, где там домики сочетались. Пришляли. Так. Угу. Вот видишь, вот я тягиваю, чтобы получилось ткань. Вот так делали. Видишь? Вот так каждую ниточку. Просовывали и потом делали. Знаешь, как долго, наверное, это было? Ну, то, что сейчас. Где барашки? Снизу посмотри. Вон их сколько там много. Вон там барашки гуляют. Наверное, те, из шерсти которых делают нитки. Ну и вообще здесь есть вот барашки. Там, по-моему, есть еще свинарник. В прошлый раз был закрыт. Может, лошадки есть, не помню. Надо посмотреть. Боишься барашков? Там, по-моему, лошадки. Может быть, вон там живут. Помнишь, мы увидели с тобой сегодня на картинке в интернете свинюшку? Вот она, наверное, там живет где-то. Ага. Они поближе тут все лежат, отдыхают. Леон говорит, пахнет как-то не очень. Надо его в деревню отвезти. Да, там хандверк. Они часто, кстати, устраивают различные форкшопы. То есть можно прийти и, ну, не знаю, сделать себе какие-нибудь вивы. Или что-то типа того. Пахнет. Да. Хорошо. Может быть, это не так? Может быть, это не так? Это белый, может быть, это не так? Ага. Да, это супер. Я немного... Толстого. Да. Ребенок слишком короткий. Очень плотно. Не, давай тоже наденешь? Давай. Да, наверное, дети тоже есть. Он, гибнет у вас в киндере? Да, конечно. 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 Ага. Очень хорошенько. Ну, хорошо. Так, вот так вот. Поверить. И потом, опять разогрессировать. Хорошо. Ши-поминутье. 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 Ага. Можете ли тоже? Да. Можете ли тоже? Да, я не хочу. Да, я не хочу. Я не знаю, что это было в Казани. Но... Это действительно бауарнтрах, то есть, если ты хочешь, ты можешь тоже бауарн... то есть, что ты можешь разговаривать. Сюда есть например, что вы можете разговаривать. Габель... Спасибо! Да, спасибо! очень красиво тебе идет леон ты кто ты средневековый мальчик что ли да что это у тебя за мотыга такая что это как она называется вот это кстати не платье это мужская одежда и для лена чего большего это вообще она должна быть по бедра и подпоясывалась тоже вот как у меня жарковато у них отопления не было немножко не надо делать так ли он вошел вошел в образ теперь все крушить хочет папа не захотел у нас снимаем мы предлагали тебе тоже так что мы тут переодевались прикольно ну как бы убьем очень жарко наверно хорошо мне бочки понравились такие прям у нас начался дождик у нас прям повторяется в прошлый раз мы когда сюда ходили это было осенью и мы уходили тоже начался дождь то есть мы успели погулять посмотреть уехали уже был дождик сейчас тоже самое начался сильный дождь достаточно мы уже поедем дальше на принципе мы все сделали мы посмотрели все что хотели и нам очень нравится это место здесь прям действительно как деревне у бабушки так что кто живет берлин или собирается берлин очень свет и особенно если у вас есть детки очень-очень классное место такое атмосферное и не знаю такое душевное как мне кажется мы там пофоткались в этих костюмах средневековых очень интересно получилось так что да советую но мы двигаемся дальше в облог это снова я это наверное последнее включение в этом влоге потому что я его сейчас монтировал и поняла что не попрощалась с вами так как я его очень долго снимала в плане времени то мы туда поехали то мы сюда поехали я хотела все это в один влог как раз совместить и поэтому не знала когда он у меня закончится и не попрощалась в общем хотел сказать вам спасибо что смотрели это видео до конца если понравилось вам конечно ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал пишите ваши комментарии что понравилось что не понравилось я всегда рада обратной связи но я буду с вами уже на этом прощаться до новых встреч в новом видео пока-пока